Всем привет! С вами проект SoulFinder и сегодня у нас в студии новенькие, но не очень кроссовки Рассела Уэсбрука. Вы уже должны знать этот логотип. Мы 6 лет обсуждаем этот бренд, и сегодня это кроссы One Take 5. Это бюджетная линейка Рассела Уэсбрука. Последними мы обсуждали шестые именные кроссовки игрока, а сейчас мы обсуждаем пятую его командную модель. Хотя, на мой взгляд, уже давно пришло время для сливов или официального анонса его седьмой модели. Если же она, конечно, будет. Поэтому есть вероятность, всегда есть вероятность, что мы обсуждаем с вами последнюю именную модель игрока. Может быть, ему начнут делать ретро и прочее. Но сейчас такие как бы гадания на кофейной гуще. Эта пара никогда не стояла у нас в рубрике вам кросса нам контент, но один подписчик прислал и мы ему сказали why not. Что мы еще могли сказать на кроссовки Рассела Уэсбрука. Согласились и мне на самом деле прикольно держать эти кроссовки в руках, потому что они очень-очень нестандартные. Ну, конечно, помимо того, что они такие вот кедоподобные, то есть очень похожи на кеды, они имеют несколько нестандартных инженерных решений, о которых мы поговорим чуть позже. Сам Рассел с удовольствием бегает в бюджетных кроссовках, как минимум на пресизоне, на межсезонье тренировки или на каких-то выставочных матчах. То есть он этим делом не брезгует, в отличие от некоторых других больших игроков. Но почему я еще сказал про то, что контракта может не быть нового продления. Недавно в Китай поехали Лука, Зайон, Тейтум и Банкеро. Они поехали туда вчетвером. У банка свой логотип, там может быть суббренд ему сделают, но есть вероятность, что это просто для его именных красцветок каких-то. И вот они поехали вчетвером, а Рассела с собой не взяли. И в этом есть грусть-печаль, тем не менее, тем не менее, именные кроссовки появляются пока еще в новых цветах, и мы можем задаваться вопросом, why not? Итак, вот эти кроссовки наверняка были бы на ногах Рассела, если бы он был в Китае, но его там нет. Поэтому чуть детальнее расскажу, что же они из себя представляют. Это дикая комбинация различных материалов, различных типов материалов и исполнений. Значит, в носовой части вы видите синтетическое плетение. Его обрамляет очень жесткая резина, и она просрочена здесь в носовой части, имеет такое дополнительное уплотнение, и эта резина, она достаточно жесткая, и это вот ощущается сильнее всего на вот этих зубчиках. Они прям действительно такие островатые. Конечно же, этот элемент очень сильно укрепит внешний край от разрыва под ногой, под давлением ноги. Конечно же, но и с размером могут быть нюансы. Сложно сказать, как поведут себя кроссовки, которые имеют такой жесткий, условно сформированный, сформованный каркас. Здесь у нас идет нубук. Нубук, возможно, натуральный. Здесь идет более грубый нубук с такой крестовидной перфорацией. Здесь идет синтетическая штучка. Здесь идет сетка более плотная, более толстая, с подложкой очень сопоставимая. И вот из таких разных элементов собраны эти кроссовки. Ну, в общем, у Рассела всегда все, не слава богу. Хотя, с другой стороны, чего бы нам жаловаться? Мы всегда любили его кросса. Что у нас по подошве? С внутренней стороны у нас есть небольшой выступ, но на боковой грани это не протектор. А вот ближе к носу и непосредственно носовой части протектор имеется. Есть аутриггер. Аутриггер и даже его такое заострение. Староконечная часть выполнена в таком лимонном цвете с логотипом Jordan Brand Jumpman. Этот аутриггер, ну, достаточно символичный, но благодаря вот этому зеленому маленькому элементу есть шанс на сопротивление. Шнуровка хорошая. 6-7 петель, в зависимости от того, как вы хотите подтянуть. Ну, есть еще, конечно, две нижние, но длины этих шнурков точно не хватит. Поэтому это надо брать что-то другое. Затянуть можно, как и любые нормальные скейтбордерские кеды, очень хорошо и адаптивно. Почему я все говорю скейтерски? Потому что, если посмотреть сверху, вы видите вот эту вот большую надутусть здесь, большую надутусть в зоне петель. Вот все такое вот пышное, дутое. В общем, сверху выглядит, как кеды какие-нибудь, вансы или осирисы. Что-то такое похожее. Логотип Рассела Уэсброка. Наименование Jordan. Вот он. Мы видим здесь комбинацию материалов и видим, что достаточно простое решение. Нет никаких крупных логотипов контрастных, нет никаких поддерживающих элементов с внешней стороны. Мы понимаем, что внутри есть небольшое уплотнение в пяточной зоне, но оно достаточно мягкое, слабое. И, в общем-то, я его могу легко продавить пальчиками. У нас есть петля нейлона на полоску, такая большая, широкая для надевания. Логотипчик Jumpman, логотипчик Y-Not. И внутри я, честно говоря, не знаю и не стал узнавать, что это такое. Если напишите в комментариях, буду признателен. Я вижу Коби Брайант. Странно было видеть что-то другое в 21 веке, после 20-го года. Так, что у нас по подошве? Значит, подошва, как я уже сказал, тут элемент Outtrigger. И подошва выполнены из различных пен и, опять же, также разных материалов. Лимонная часть – это отличный протектор елочка. В передней части у нас есть баллон AirZoom небольшого размера, передней части стопы. Белый элемент – это не другой цвет, это отдельный элемент. Ну, точно так же идет с протектором в виде елочки. Отдельный элемент – подошва. Ну, на мой взгляд, она как-то очень гладенькая. Несмотря на то, что кроссовки PF – это азиатский рынок. И подошва XER, несмотря на это, кроссовки какие-то уж очень такие скользковатые. Хотя, должен быть мощный, должна быть мощная подметка для того, чтобы можно было играть на асфальте. Ну, это такое дилетантское рассуждение, вот как на ощупь. Более цепкие кроссовки у меня бывают в руках чаще, чем вот такие вот скользкие. В средней части у нас есть пластиковая вставка, мятная, мятная пластиковая. И она достаточно большая. И она помогает кроссовкам вообще не скручиваться, не сгибаться. И если вы будете кататься на доске, это вам пригодится. Конечно же, в баскете. Не знаю, насколько нужна такая сильная поддержка. Но кроссовки несгибаемые. Иногда мы говорим, несгибаемые – это плохо. Иногда мы говорим, сгибаемые – это плохо. В общем, мы еще не определившись. Что на втором башмаке предварительно расшнуровано мы видим? Мы видим, что у нас идут отдельные лопушки в верхней части под шнуровкой. Мы видим поды на язычке. Мы видим, что язычок отлично исполнен, но имеет очень короткое строение. Соответственно, отсутствует практически какой-либо подъем. То есть, могут быть проблемы с проникновением в эти кроссы. Потому что здесь сапожок примерно на 55-60% длины стопы. Но вот эту штуку поднять невозможно. Кроссовки не моего размера совсем. Я их не пробовал. Но имейте это в виду. Соответственно, мы видим вот эти вот закругленные штуки, отдельно стоящие, в которых есть отверстия для шнуровки. И точно так же в пяточной зоне мятного цвета очень много набивочного материала. И он достаточно плотный. О чем это говорит? Что кроссовки могут быть жестковаты, потому что большая набивка, минимум адаптации. С другой стороны, ваша пятка не будет туда-сюда болтаться. Потому что сформировано вот это вот пространство, где все хорошо. А эта штука его прикрывает. И стелечка. Я попробую приподнять. Нет, даже достать. Мятная, не брендированная стелька. И внутри плохо все видно. Не оттягивается носок. Сапожок. Поэтому, ладно, покажу только строчку. Нормальная строчка, казалось бы, но нет. В пяточной зоне, камера, наводись. Вот так. В пяточной зоне мы видим отхождение шва. И это, конечно, не круто. Я здесь могу на ощупь найти баллон-зум. Предположить, что он примерно вот такой вот. Какой-то трапециевидного размера. Ну, только в передней части. А в задней части стопы просто пена. Просто пена. Просто пена. Это бюджетные кроссовки. Они стоят что-то порядка 90 долларов. И на момент записи видео эти 90-долларовые кроссовки можно купить в штатах за 40 лет. Потому что там всякие распродажи. Модель не новая. Появились новые цвета. В общем, ребята их сливают. За 40 долларов это, конечно, мама не горюй. Такое решение. Я думаю, что все скейтбордисты с удовольствием бы их себе приобрели. Будь это доступно в нашей стране. Но, как бы, стоит ли еще раз говорить, к сожалению, нет. Это 40-долларовые кроссовки, в которых, в принципе, можно куда угодно. Хотя они для баскетбола. Друзья, с вами был Серж. Рубрика «Вам, кроссы, нам, контент». Но в видоизмененном формате вы присылаете что-то интересное мне или же, лучше не мне, а Марии в телегу или же в сообщество ВК, что у нас еще нигде не распаковывалось и при этом не выставлено в рубрике «Вам, кроссы, нам, контент». И мы рассматриваем ваши заявки на какие-то интересные модели. Если это будет какой-то винтаж, я обеими руками за. Винскартеры вторые, Винскартеры четвертые, Пейтоны любые, Гарнеты, Айверсены, Тимаки. Вот все, что не ретруется, да даже если оно и ретруется, фиг с ним. Вот то, чего не было на канале, я с удовольствием. И еще один важный, последний момент, что я хочу сказать. В связи с перебоями в работе Ютуба все там приглашают на какие-то другие площадки и прочее. Мы никуда никого не приглашаем. Больше. Подпишитесь на нас в ВК и Телеге, а распаковки и обзоры будут выходить все равно только на Ютубе. Там мы будем репостить, ну в смысле на Ютубе мы будем постить, а в социалках репостить. Понимаю, что это ограничит аудиторию, ограничит трафик, но... Но так. Такое решение мы приняли. Поэтому никуда вас больше не привлекаем, просто подпишитесь на нас везде. С вами был Серж. До новых встреч.